Ребут. Самая скоростная тема для WordPress от компании WP Shop. Обратите внимание, я набросал демо-сайт, использовал слайдер, использовал достаточно длинную страницу материалов, много картинок. Вы сами это видите. Имеется форма, подвал. И по мнению PageSpeed Insight от Google, посмотрите, какие крутые результаты. Для мобильной версии сайта 89, для компьютера 98. Я поясню. Для тех, кто скажет, что 89 это мало. На самом деле это из коробки. Я просто поставил тему, ничего не настраивал. Изображение используется не современного формата, не WP, обычная JPEG-картинка. Вы видите, их тут достаточно много. То есть я тестировал главную страницу. И при этом для компьютерной версии 98 я не использовал никаких плагинов по кешированию сайта. А это обязательно нужно сделать, когда сайт у вас готов. Когда сайт мы кешируем, тут достаточно много прибавляется баллов. То есть получается, когда я включу кэш, здесь результат будет совсем другой. То есть я поставил тему и из коробки ничего не настраивал. Просто создал главную страницу, набросал материалов. И у меня вот такой вот результат. Это очень крутая, скоростная тема. Это видео я начал именно с этого пункта, потому что я считаю это самое важное, самое главное. Что тема изначально должна быть быстрой. О других ее преимуществах подробности в этом большом обзоре. Меня зовут Федор Васильев. Устраивайтесь поудобнее и поехали. В этом обзоре я буду показывать возможности данной темы. Что можно настроить, что можно сделать. Но перед тем, как я перейду к показу настроек данной темы, я хочу сказать преимущества данной темы. Помимо того, что тема очень скоростная, вы сами видели, из коробки показывает отличный результат. То есть мы потом поставим плагин кеширования и сайт будет вообще просто идеально работать. Разработчики особое внимание уделили всей оптимизации сайта. То есть все правильно расставлено. Теги h1, h2, микроразметка. Все на высшем уровне. Особенно хорошо, очень бережно и аккуратно они отнеслись к сторонним ссылкам на сайте. Кто не знает, если на вашем сайте будет много сторонних ссылок в ваших статьях, то вес вашего сайта будет утекать через эти ссылки. А это очень плохо для оси оптимизации вашего сайта. Мы наоборот должны нагонять вес на наш сайт. То есть другие сайты должны на нас ссылаться. Но никак не мы должны раздавать вес сайта. Так вот, эта тема устроена таким образом, что вы сможете сторонние ссылки очень надежно закрывать от поисковых машин. Ссылка будет работать, но вес вашего сайта не будет утекать через эти ссылки. Это тоже нужно подчеркнуть. Тема reboot, конечно, коммерческая, но об этом в самом конце видео вас ждет приятный бонус. И сама ценовая политика вас очень сильно обрадует у данных разработчиков. И если вас эта тема заинтересует, у вас нет времени или вы сомневаетесь, вы всегда можете позвонить мне бесплатно. Сейчас вы видите мой номер на экране, используя приложение Viber или WhatsApp. Давайте созвонимся и создадим вам сайт на WordPress с использованием замечательной темы reboot. И информация для новичков, абсолютно кому нравится WordPress и кто хочет освоить сайт. Как нужно подойти к WordPress, чтобы правильно все сделать. Дело в том, что WordPress имеет много бесплатных плагинов абсолютно разных разработчиков. WordPress, как правило, голый. То есть сам движок, он достаточно пустой. Когда вам нужен какой-то полноценный сайт, мы начинаем расширять сайт всевозможными плагинами. Это от 10 до 20 плагинов на сайте. Плюс еще тема. Неизвестно, как она сделана. Скоростная тема или наоборот тяжелая. И даже при условии, что тема у вас будет быстрая, при наличии, например, десятка или 20 плагинов на сайте, которые вам необходимы для функционала вашего сайта, ваш сайт будет достаточно тяжелый и вы ничего с этим сделать не сможете. Вы сможете его как-то оптимизировать, но должного результата это не принесет. Когда вы хотите создать сайт на WordPress, первое, на что нужно обратить внимание, это очень качественно подобрать для себя и для своих нужд тему. Первое, на что нужно обратить внимание, нужно полностью разобраться в том, что эта тема сама по себе имеет легкую структуру кода и быстро грузится. То есть сделана качественно. Второе, в самой теме на борту должны быть гибкие настройки, то есть какие-то встроенные плагины, чтобы нам не пришлось ставить сторонних плагинов. То есть нам достаточно просто найти одну правильную тему для наших нужд и ее настроить, и по сути ничего не надо будет. У нас будет красивый функциональный сайт, и при этом он будет быстро загружаться. Вот такие советы я бы дал новичкам. То есть обратите внимание, когда вы тему выбираете, вот на эти моменты. Почему я заговорил о сторонних плагинах? Потому что данная тема, сразу забегая вперед, понятно, сейчас я буду разбирать эту тему и буду более детально рассказывать, что где лежит. Эта тема на борту имеет встроенные плагины, что очень хорошо. Скажем, ни один сайт не обойдется без лид-формы. Форма для сбора заявок. Вот, например, внизу вы видите форма, где человек может заполнить свои данные, нажать на кнопку «Отправить», и информация уйдет вам на почту. Все будут использовать известные всеми плагины, например, «Контакт Форм 7». Каждый плагин это сразу добавляет вес вашему сайту. Ничего с этим не поделаешь. Но если вы найдете тему, где уже есть встроенные необходимые плагины, вы сразу убиваете этим двух зайцев. Вы сами видите, здесь тема есть. Она ставится элементарно, шорт-кодом. Позже я покажу, как это делается. То есть форма уже внедрена в теме «Ребут». То есть мы уже исключаем дополнительный плагин. Дальше. Карта сайта. Дополнительный плагин. Мы избегаем этого плагина, так как здесь карта сайта встроена. То есть карта сайта удобная для пользователей, когда много статей, и также хорошо для поисковых машин. Русская поддержка и вообще русская тема. Чем хороша? Во-первых, понятное дело, русская поддержка. То, что вы всегда сможете обратиться к русскоязычной поддержке и быстрее решить какие-то вопросы, потому что вы будете разговаривать на одном языке. Второе. Обычно русские темы интегрируются с русскими социальными сетями. Очень часто я встречаю какую-то интересную тему от англоязычных разработчиков, где нет на борту нужных социальных сетей. То есть интеграция. Например, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Инстаграм и так далее. Здесь на борту все это есть. Часто людям нравится использовать красивые слайдеры. Вот сейчас на главной странице вы видите перелистывается слайдер, слайдер ваших статей, ваших записей. Это тоже сторонний плагин. Тема Reboot уже включает в себя слайдер. То есть мы избегаем установку еще дополнительного плагина. Еще немаловажная возможность темы Reboot. Разработчики сделали особый упор на размещение рекламных материалов на вашем сайте в разных позициях вашего сайта. То есть, как правило, это тоже сторонний плагин, но данная тема Reboot уже на борту включает в себя очень гибкие возможности внедрение рекламы, например, контекстный Яндекс.Директ или Google AdWords или любой другой рекламы практически в любом месте на вашем сайте. Итак, мы с вами переходим в админку нашего сайта и я буду показывать наглядно, что есть на борту в теме Reboot. Я перехожу в админку сайта, перехожу в внешний вид темы, перехожу в настройки темы. Все настройки темы вы видите слева, как в принципе и у любой другой темы. Ну, я уже не заостряю внимание, понятное дело, вы должны понимать, что тема отлично смотрится на всех мобильных устройствах, то есть адаптивный дизайн здесь присутствует. И давайте по порядку, сверху вниз я поговорю о возможностях данной темы. Первая вкладка «Структура». Переходим сюда и здесь есть еще ряд вкладок. Шапка. Шапка – это верхняя часть нашего сайта. Перейдя сюда, давайте поговорим о настройках. Есть возможность на всю ширину, ну, вы сейчас видите, как это выглядит. Мы можем выбрать фиксированная ширина. Это если вы хотите сделать сайт такой некой колонкой, да? Ну, я оставлю на всю ширину. То есть вы сразу видите здесь изменения, это очень удобно. Ширина внутри шапки. У нас изначально фиксированная ширина. Есть возможность сделать на всю ширину. Это когда вы видите, у нас по краям растягивается заголовок, подзаголовок, и у нас здесь есть еще встроенное меню, встроенный поиск, иконка поиска, да? Она у нас тоже растягивается. То есть здесь вы уже смотрите, как вам больше нравится, как хотите расположить. Также есть возможность, если вот эта плашка, грубо говоря, наша шапка, да? Вот за эти ползунки потянуть, например, нужно сделать сверху отступ. Также есть возможность сделать снизу отступ. Вы видите, например, сделать вот такую вот здоровенную шапку. То есть если хотите как-то это тонко настроить, здесь это возможно. Меню под шапкой. И раз мы заговорили про меню, данная тема позволяет разместить три меню. То есть верхнее меню здесь. Самое главное. Вот специально для вас я выбил, смотрите. Под меню. Тест, тест 2, тест 3. И меню в подвале сайта. Вот тест 4, тест 5, тест 6. Соответственно, меню под шапкой имеет свои настройки. То есть вот наша шапка, а вот наше меню под шапкой. Здесь тоже есть возможность сделать на всю ширину. То есть вы видите, наше меню прилипает к левой части сайта. Я оставлю фиксированную ширину. И также сделать ширину внутри меню. Например, фиксированная ширина. И также есть возможность поставить птичку, зафиксировать меню, что дает нам при прокрутке видеть, что наше меню зафиксировано. Движемся с вами далее. Меню в подвале. Давайте прокрутим до подвала. Здесь меню я уже подготовил. У меню подвала тоже имеет аналогичные настройки. На всю ширину, фиксированная ширина, я уже показывать не буду, аналогично вы уже понимаете. И ширина внутри меню в подвале. И также есть возможность показать меню на мобилке. То есть если я сейчас посмотрю на мобильном устройстве, мы с вами видим, меню у нас не отображается. Если я поставлю птичку, то наше меню будет видно на мобильных устройствах. То есть гибко можно настроить по желанию. Теперь подвал. Также можно сделать на всю ширину. Фиксированная ширина. То есть видите, тоже подвал у нас идет колонкой. И ширина внутри подвала. Тоже сделать на всю ширину или фиксированная ширина. Мы с вами движемся дальше. Блоки. Здесь у нас идет целый ряд настроек. Первое это шапка. Заходим в шапку. Сейчас в шапке вы видите, у меня есть заголовок и подзаголовок. Если я выберу, например, какую-то графическую картинку, например, какой-то свой логотип, то перейдя на сайт, вы увидите добавленный логотип рядом с текстом. Я удалю логотип. Дальше можно скрыть название сайта. То есть вы видите, вот сейчас название скрылось. Осталось только подзаголовок. Можно скрыть описание сайта. Например, оставь только логотип. Я верну это на место. Дальше есть поля. Если нужно в шапку вставить какой-то HTML-код 1 и HTML-код 2, я могу просто здесь что-то написать, чтобы просто вам показать. Чтобы увидеть, кстати, этот текст. Ниже вот здесь, видите, у меня птичками не отмечено. Если я оставлю показать текст или HTML-код, который я ввел в поле HTML-код 1, вот он. Вот здесь у меня AAA я написал. Здесь он размещается. Если нужно какой-то еще дополнительный фрагмент написать в HTML2, то тоже здесь надо поставить птичку HTML2. И вы видите, здесь два кода. Ну, по сути, это просто буквы. Также внизу вы видите то, что мы можем скрыть. Там HTML скрыть. Например, вот здесь не нужно выводить вам поиск. Я птичку снимаю. Страница обновляется. Поиск исчезает. Ну, поиск я верну на место. Далее, например, я могу менять местами. Зажав мышкой вот за эту иконочку, смотрите, просто перетаскивая выше. Страница обновляется. И поиск теперь у меня слева идет самый первый. Ну, я верну его на место. Далее у нас с вами идет подвал. Прокручиваю в самый низ. Подвал это нижняя часть сайта. Здесь я уже поставил три. То есть я определяю от нуля, максимум пять, сколько мест под виджеты мне надо здесь оставить. Я поставил три. В первом я вывел соц кнопки, дальше рубрики и календарь. То есть вы здесь просто можете написать, сколько в подвале виджетов, места под виджеты вам нужно. Ниже вот здесь вот идет копирайты. Это ваш какой-то текст, типа все права защищены и так далее. Он пишется здесь. То есть вы его меняете просто здесь. И если нужно счетчики и аналитики разместить в подвале сайта, вот ниже есть поле, предусмотрено для этого. И сразу же хочу вам наглядно показать, если я выбрал, например, три позиции под виджеты, как разместить в подвале данные виджеты. То есть я нажимаю опубликовать. Дальше я выхожу отсюда из сайта и перехожу в виджеты. И у меня вот здесь вот уже появились, видите, футер один. Футер два, футер три. И просто с левой стороны я перетянул мышкой тот виджет, который мне нужен. Футер один я перетянул в соцсети. Футер два я перетянул в рубрике и календарь. И все. И таким образом в подвале у меня отображается вот так вот в три колонки, три виджета. Далее главное. И здесь идут карточки постов на главной странице. Дело в том, что данная тема Reboot существует, конструктор главной страницы. Но это не тот самый конструктор типа Elementor, да? А именно конструктор ваших постов, статей, отображать карточки в неограниченном количестве разного вида. Вы видите. То есть в таком виде и дизайн другой, потом в таком виде. И каждой карточке назначить можно свою анимацию. То есть сейчас я не увижу изменения смены дизайна карточки, так как я здесь использую конструктор. Сайдбар показывать или не показывать. То есть отображение сайдбара, как правило в WordPress, да? Это некая колонка с вашей информацией. Я выбрал на главной странице не показывать сайдбар вообще, поэтому он мне не показывается. Заголовок H1. Тоже важные моменты. Их надо учитывать. Это SEO-оптимизация сайта. Если поле не задано, заголовок H1 становится логотипом названия сайта. То есть вот здесь вот то, что у вас есть. Если я просмотрю код правой кнопкой мыши, кликнув по логотипу, то вот здесь вы увидите, что у меня title reboot заключен в тег H1. То есть, например, я сознательно хочу, что это заголовок моего сайта, главное ключевое слово моего сайта, заключено в тег H1. И, соответственно, здесь этим можно манипулировать, если вы не хотите, чтобы заголовок вот этот был первого уровня, а назначить свой заголовок первого уровня где-то вверху вашей главной страницы. Следующая опция у нас идет «Записи». И чтобы смотреть эти настройки, нам нужно прямо здесь перейти в какую-нибудь запись. Видим, что в записи у меня есть сайдбар. И, например, вот здесь видите сайдбар. Где хотите отображать, слева или справа? Вбираю слева, вы видите, сразу же сайдбар перемещается слева. Ну, я верну справа. Также вы можете определить, что выводить здесь в записях. То есть спрятать элементы. Например, я хочу спрятать автора. Ставлю птичку. И смотрите, вот здесь вот был автор, он скрыт. Птичку снимаю. Смотрите, автор вернулся. Думаю, здесь более детально объяснять я не буду. Здесь и так понятно. Скрываете ли, показываете то, что вы хотите видеть в самой записи. Прокрутив вниз, очень мощная и полезная фишка, что позволяет удержать ваших посетителей на сайте, чтобы они продолжили читать ваши полезные статьи. То есть, прочитав одну статью, человек прокрутил вниз, увидел здесь похожие записи. И вот это как раз таки и есть сторонний плагин. На WordPress такого вы не увидите. Вам придется искать сторонний плагин для похожих записей. А это лишний вес. Это еще одно преимущество темы Reboot, так как здесь уже включено отображение похожих записей. И внизу вы можете определить, сколько штук выводить в так называемых похожих записях. Я поставил 2, и вот 2 статьи у меня вывелось. Ну, я поставлю, например, 4. Далее. Страница. Настройка страниц WordPress. У меня здесь есть страница карта сайта. Я на нее перейду, чтобы смотреть настройки страниц. Сайт бар. Стоит не показывать. Могу выбрать, и сайт бар будет отображаться на странице. Также можно скрыть миниатюры. Не показывать рейтинг. То есть, у меня уже здесь все спрятано. И количество похожих постов стоит 0, и внизу посты не показываются. Далее. Архивы. Архивы – это у меня вывод статей, анонсов статей. Вот я зашел в категорию WordPress. И карточка постов в архиве. Стандартная. Дальше вы можете выбрать сетка. Смотрите, сразу отображается вот так вот с анимацией. Есть варианты маленькая. То есть, сразу страница, видите, обновляется. Вертикальная. Горизонтальная. И стандартная. И также сайт бар показывать справа-слева или не показывать его вообще. Стоит птичка показывать под рубрики, но у меня под рубрик нет. Комментарии. Давайте посмотрим здесь настройки. Зайду в какой-нибудь пост. Покажу вам, что есть форма комментариев. Для блога это очень полезно. Показать дату комментариев. Вот я оставил некий комментарий. Вот здесь есть дата. Если я птичку убираю, то вы видите, дата здесь скрывается. Но это полезно. Я бы оставил показать дату. Показать время комментария. Ну, это бы я тоже оставил. И если вы хотите какой-то текст разместить, вот здесь есть пример. То есть нажимая на кнопку отправить комментарий, это чтобы соблюдать, например, закон, вы соглашаетесь там с нашими условиями. Я могу просто отсюда этот текст скопировать, ставить в это поле, чтобы наглядно вам показать. Видите, ниже перед кнопкой появляется текст. С точки зрения закона здесь тоже у нас все предусмотрено. Никаких проблем не возникнет. Сайдбар. Переходим в сайдбар. И здесь получаем еще одну мощную возможность. Многим нравится, многие хотят. Смотрите, при прокрутке сайта, обратите внимание, у меня сайдбар фиксируется. Вот я кручу, и он залипает. Причем там, где не нужно, чтобы он залазил, например, на похожие статьи, он не залазит. То есть, чтобы такое на WordPress организовать, нам бы пришлось искать сторонний плагин, а это дополнительный вес. Данная тема Reboot уже включает в себя эту возможность фиксация сайдбара. Вы сами это видите. Это очень полезно, когда человек листает вашу статью, он в любом случае обратит внимание на ваш сайдбар. В сайдбаре обычно между какими-то блоками вставляют какую-то рекламу, где человеку нужно, чтобы люди обращали внимание. Либо это клики, либо это продажа напрямую товара, услуг и так далее. И если вы не хотите фиксировать сайдбар, вы можете снять птичку, и при прокрутке сайдбар будет как по умолчанию, как обычно, прокручиваться вместе с сайтом. Но это прикольная фишка, я ее оставлю. И гибкая тоже немаловажная вещь, показывать сайдбар на мобильных устройствах. Мы можем сразу это с вами протестировать. Сайдбар, как правило, помещается на мобильном устройстве в самом конце, после контента до подвала. Если я поставлю птичку «Показать», то я увижу, вот рубрики, календарь, все отображается. Если на мобилке не нужен вам сайдбар, то птичку снимаете, и сайдбар не будет показываться. Далее мы с вами переходим в модули. И первый здесь у нас слайдер. Многим он, конечно, полюбится. Многие любят анимацию, переключение, вот так вот. Это завораживает тоже взгляд, и многие это используют. Настройки сайдбара на всю ширину сейчас у меня. Можно сделать фиксированная ширина. Тогда вы видите, вот так вот он колонкой, этот сайдбар. Но я оставлю на всю ширину. Автопрокрутка в миллисекундах стоит по умолчанию, 2500. Здесь вы можете определить один слайд. У вас будет показан, видите, во всю ширину. Но тогда нужно позаботиться о том, чтобы главное изображение вашего поста было достаточно большим. Дальше есть возможность с миниатюрами выводить. То есть внизу такие миниатюрочки появляются. По клику на миниатюру у нас прокручивается слайд. Ну, я оставлю три слайда, видимо. Количество записей в слайде можно указать здесь. Сортировка записей, новые сверху. Айди записи для слайда. Айди рубрики. Показать на странице пагинации. Показать рубрики. То есть, имеется в виду, если я поставлю птичку, вот здесь вот такой лейбл показан, какой категории относится та или иная статья. Ну, я здесь это не показываю. Показать заголовок. Это, естественно, прямо на картинке заголовок. И показать отрывок. Краткий текст анонса статьи. Да, я не показываю. Ну, в слайде это нормально смотрится. Далее, лайтбокс. Это еще одно преимущество ребут. Мы, опять же, избегаем установки стороннего плагина. У меня по умолчанию включено. То есть, лайтбокс по клику картинка из статьи должна увеличиваться. Это тоже достаточно симпатично. Немаловажный плагин для SEO-оптимизации сайта для статей – это «Хлебные крошки». Как правило, это всегда сторонний плагин. Данная тема ребут включает в себя «Хлебные крошки». То есть, уже он внутри, в самой теме интегрирован данный плагин. Обратите внимание, я нахожусь внутри статьи. И вот они выводятся, как правило, здесь. «Хлебные крошки». Это путь от главной страницы до конечной. Во-первых, этот путь, если человек попал на данную статью изнутри, скажем, из поисковика, он сможет быстро сориентироваться здесь, кликнув, например, по рубрике, чтобы попасть в корень рубрики и увидеть все статьи данной рубрики. Это тоже очень удобно. И это очень хорошо. Эти «Хлебные крошки» влияют на SEO-оптимизацию сайта. И небольшие настройки. Показать «Хлебные крошки» в архивах. Но это если мы перейдем, например, на статью, на страницу анонсов. То есть здесь у нас выводится. «Снимаю птичку», «Хлебные крошки» не показываются. Здесь на ваше усмотрение. Но самое главное, чтобы в самой статье они были. Далее. Блок автора. «Выводить ссылку на страницу автора». То есть если я птичку снимаю, вот это админ, у меня больше ссылка не является. Если я птичку оставляю, то мое изображение и мое имя являются ссылкой. То есть человек сможет кликнуть по ссылке из статьи и увидеть все статьи данного автора. Это полезно, если у вас на сайте несколько авторов. Ну и вы решаете, открывать ли ссылку в новом окне. Мы с вами подобрались к важной части. Это контактная форма, о которой я говорил в начале этого обзора. То, что нам не придется ставить дополнительный плагин, у нас форма, лид форма уже внедрена на сайт. Именно в шаблон «Reboot». Здесь лишь вы можете задать правила. То есть просто текст с ссылками, который будет отображаться перед кнопкой «Отправить». Ну это чтобы соблюдать закон. Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности. И все в этом духе. И как вставляется форма? Она вставляется в любом месте на вашем сайте. Будь то страница или запись. Например, я создал страницу форма для того, чтобы там отобразить форму. Вам нужно просто в редакторе вставить шорткод «Контакт форм» в квадратных скобках. И все. И данная форма будет отображаться на сайте. Сейчас я опубликую страницу и наглядно вам покажу. Перехожу на сайт. Перехожу в форма. Вот вы видите все необходимые поля. Имя, email, тема, сообщение, кнопка «Отправить». Форма будет отправляться на email, указанный в админке в основных настройках вашего WordPress сайта. И, конечно же, форма имеет красивый адаптивный дизайн. Вы это сами видите. Следующее. Социальные профили. Это ссылки на соцпрофили, где вы есть. Ну, как правило, вы знаете на сайте, либо в подвале. Лучше в подвале. Размещать их. Иногда их размещают в шапке сайта. То есть социальные профили – просто поля, где вы просто вставляете ссылку. Например, ВК, группа ВКонтакте, YouTube, канал YouTube. И здесь есть практически все. Viber, WhatsApp, даже есть Яндекс.Зен. И очень важная галочка внизу у меня стоит, видите, скрыть ссылки через JavaScript. Как я и говорил ранее, разработчики очень хорошо позаботились для того, чтобы мы могли использовать сторонние нужные нам ссылки, но при этом, чтобы вес сайта не утекал на эти ссылки. То есть это очень качественно, это очень грамотно. То, что здесь разработчики об этом позаботились. Это очень приятно, конечно же. Соответственно, в подвале я вывел соцссылки через виджет. Просто перетащил виджет в колонку. Если вам потребуется социальные профили вывести в шапке сайта, то вы перейдете в блоки, шапка. И здесь просто поставьте птичку напротив социальной кнопки. Вот, пожалуйста, вы видите, они здесь выводятся рядом с поиском. Мы движемся с вами дальше. Дальше у нас кнопки поделиться. Это, если мы зайдем с вами в статью. Это тоже полезное, это социальное продвижение. Обычно это в самом низу статьи. Я оставил социальные кнопки ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. То есть человек просто кликает и оставляет ссылку на ваш сайт в своем профиле. И его друзья, например, могут перейти по вашей ссылке. Таким образом вы привлекаете потенциальных новых ваших клиентов через человека, который кликнул по данной кнопке и оставил заметку у себя на стене. И здесь просто огромный выбор. Во-первых, можно включить счетчик. Смотрите, просто отмечаете галочки. Те социальные сети, которые вы хотите использовать. И здесь просто огромный выбор всяких социальных сетей. Также есть Viber Skype, WhatsApp и так далее. И также можно менять их местами, передвигая вот за эту вот иконочку. Полезная кнопка наверх. Я вам покажу наглядно, если я приду на главную. Вот внизу такая есть кнопочка. Кликнув по ней, прокручивается сайт наверх. Можно настроить ей дизайн. То есть вообще, нужна ли вам эта кнопка, можно птичку снять. И эта кнопка показываться не будет. Включить на мобильных устройствах. Я не рекомендую включать на мобильных устройствах. Просто вы должны понимать, что пальцем прокручивая страницу, очень удобно, быстро эта кнопка там не нужна. И соответственно по дизайну можно настроить в цвет вашего сайта. То есть цвет фона, вы видите, она желтая. И цвет стрелки темный. Ширина кнопки, высота кнопки, заползуночки можете подвигать, настроить ее ширину-высоту. И также есть небольшой выбор вот этих вот иконок, стрелок. На ваше усмотрение. Мы с вами движемся дальше. Дальше у нас идет карточка постов. То есть вам надо перейти в вашу рубрику. Вот мои посты. И какой вариант используете вы здесь. То есть сетка, маленькие. Вы помните, я использовал стандартные. Соответственно, настройки подойдут мне именно для стандартных. Потому что я использую отображение. В блоге здесь стандартные. То есть я выбираю стандартные. И вы решаете, что здесь показывать. Например, вот этот лейбл. Категория, да, WordPress. Если я снимаю птичку, рубрика. Видите, здесь это не показывается на картинке. Также можно менять местами. Также можно, например, скрыть заголовок, если это не требуется. Видите, заголовки всех постов скрываются. Также вы решаете мета-информацию отображать. Это вот эта наша часть, да. В мета-информацию входит дата, количество комментариев, просмотры, автор. Вот автор у меня был не включен. Видите, я включил. У меня теперь подсвечивается здесь админ. Длина отрывка. Это вступительный текст наших постов. 150 символов, да. Вы можете задать любое значение. И тип анимации. То есть анимация не выбрана. Есть небольшой выбор анимации. То есть вот этот вариант, это проявление. Zoom, например. Это увеличение. Вот вы видите, когда пост появляется, он как бы увеличивается. То есть на ваше усмотрение. То же самое вы сможете настроить для каждой карточки. Если вы используете сетку, значит вы заходите в сетку. И здесь те же самые настройки. Также вы можете настроить похожие записи. То есть чтобы увидеть настройки, вам надо зайти в саму статью. Вот они, наши похожие записи. И вы тоже решаете, что отображать, а что нет. Длина отрывка. Просмотры показывать или нет. Метаинформация. Например, я отрывок вот сейчас скрою, чтобы наглядно вам показать. Видите, текст скрылся. Только заголовки остались. То есть здесь вы тоже сами решаете, что вы хотите отображать. Далее. Коды. Полезная тоже вещь в шаблоне. Когда вам нужно разместить счетчик аналитики. Ну, как правило, куда размещать код. Когда вы код этот генерируете, Яндекс.Метрика, вам там обычно в подсказке пишут. Разместите код до хэд. И здесь у вас вот есть возможность. Либо хэд перед хэд, либо перед боди, либо после контента. Дальше интересная тема. Это дизайн. Цвета и фон. Первый у нас идет общие. Общий цвет всего сайта. У нас идет белый. Такая светлая тема. Вы просто можете менять цвет. И сразу видите, да? Сзади заливка у нас становится такой оранжевый. Ну, я оставлю белый. Здесь я подробно останавливаться не буду. Здесь просто читаете по-русски здесь описание. Потому что здесь и так все понятно. И просто меняете цвета. Под все цвета. Ну, как вы хотите построить свой шаблон. То есть, как он будет выглядеть. Дальше есть отдельная настройка цветов. Это шапка. Верхняя часть сайта. Вы видите, она у меня желтая. Вот цвет фона я и задал. Цвет текста и ссылок у меня темный. Название сайта. Описание сайта. Все у меня темным цветом. Также можно задать фон шапки. То есть, именно изображение туда загрузить. Повторение фона выбрать. И расположение фона. То есть, если вы картинку используете. Дальше. Меню. Цвет ссылок меню. Видно, что темное у меня меню. И цвет фона. То есть, если я поменяю сейчас цвет. То это, естественно, настраивается именно для второго меню. И для нижнего. Вы видите. Который у меня идет в подвале. Далее. Подвал. Прокручиваю в самый низ. Вы видите, подвал у меня зеленого цвета. Здесь все понятно. Цвет фона зеленый. И цвет текста и ссылок темный. Типографика. Немаловажная настройка. Это возможность задавать шрифт. Из списка можете выбрать любой шрифт. У нас шрифты делятся как к основному тексту. Дальше. Название сайта. Описание сайта. И ссылки в меню. Если вы выбираете какой-то шрифт. Например, Arial. То постарайтесь везде выбрать его. Если вы в каждом варианте выберете разный шрифт. Это может повлиять на скорость загрузки с сайта. Лучше использовать один шрифт везде. Соответственно, для каждого элемента шрифта. Вы можете задать font size. Это размер шрифта. Межстрочный интервал. Дальше. Стили. То есть жирный. Наклон. Подчеркнутый. И есть стрелка. Можно вернуть. Сбросить настройки по умолчанию. Здесь, думаю, все понятно. И одно из изюминок данной темы Reboot. Это конструктор главной страницы. Я перейду на главную. То есть главная страница конструктора имеется в виду, что ваш контент, ваши статьи, вы можете вот так вот рядами отобразить в разном виде. То есть первое вы видите, у меня вот так отображается. Фон белый. Потом фон темный. Анимация другая. И миниатюрки, например, маленькие. И также вы можете решать, что отображать. Не отображать, например, вступительный текст. Не отображать картинки и так далее. Здесь у меня вот так выводится. Здесь у меня вот так выводится. И так вы можете главную страницу построить как вам угодно. То есть вы видите, я здесь набросал неограниченно. Просто кликаю сюда. Здесь, например, заголовок текст. Это у меня первый самый блок. Вот у меня идет текст. Дальше можно настроить это по-разному. Там по ID рубрики. Исключить записи. Отступы задать и так далее. Сзади заливка цветом белая. И здесь есть возможность выбрать цвет из готовой палитры, так скажем. Или крестик есть сбросить цвет. Настройки карточки постов. То есть здесь уже тонкая настройка идет вот именно вот этой части. То есть показывать ли миниатюры. Смотрите, например, спрятать. Вы видите, у меня вот здесь миниатюры прячутся вообще. И соответственно все ниже, вот это вот. Это все настраивается только вот для этой области. Все настроили здесь. Свернули. Дальше у меня настраивается уже вот эта часть. То есть вид карточки. Вы здесь выбираете. Смейл маленький. Грид. Вертикал. Горизонтал. Вот я для примера сейчас выбираю другой вариант. Видите, вот на серой вот этой подложке все меняется. Я оставлю здесь маленький. Возвращаю на место. И, например, цвет подложки, видите, желтый. Или с каким-нибудь узором. Вот так вот это все работает. То есть я вам сейчас показываю наглядно на созданных уже мною ранее этих вот карточек. Добавить новую надо нажать на кнопку выбрать посты. То есть вы снизу добавляете неограниченное количество каких-то постов. Вот я добавил, видите, новый пост. Надо удалить. Я нажимаю удалить. И вот здесь у меня после формы удаляется карточка постов. Дальше HTML. На самом деле, HTML я уже один добавил. Я здесь, видите, я вывел здесь в HTML шорткодом на главной странице встроенную лид форму от Reboot. Здесь тоже настроил задний фон цвет желтый. И также вы можете добавить, кликнув на кнопку плюс HTML, еще одно поле для, например, отображения какой-то формы любого HTML вашего кода. Далее, свойства сайта. Это в самом верху название сайта Reboot. То есть вот здесь в шапке, да, вы определяете главное ключевое слово. Дальше. Краткое описание. Это что-то типа слогана сайта. И также можете задать, изменить изображение. Favicon. Далее, меню. Как я уже говорил ранее, можно вывести три вида меню. Я создал три меню, чтобы просто наглядно вам показать. Главное меню в шапке сайта. Потом меню вот это вот под шапкой. И меню у меня выводится еще перед подвалом. И, соответственно, каждое меню здесь можно прямо отсюда настроить. Добавить новые пункты. Упорядочить и решить, где отображать меню. Меню шапка, меню под шапкой или меню подвал. Виджеты. Я создал три виджета в подвале. И здесь вот просто видите, да, что социальные кнопки я выводил. Вот здесь вот слева я вам показывал. То есть прямо отсюда я могу видеть их, как-то настроить. Или добавить новый виджет. Именно в футер 1. И также в футер 2, в футер 3. Дальше. Настройки главной страницы. Вашей последней записи. Здесь, в принципе, настроек нет. Дополнительные стили. Ну, если вы знаете CSS. То здесь можно как-то еще поднастроить ваш шаблон. Расширенные настройки. Максимальная ширина логотипа. Здесь более тонко можно настроить. Минимальная высота логотипа. Контент на всю ширину. Заголовок соц кнопкам. То есть это тот заголовок, который вот здесь у меня соц выводится. Я уже прописал. Показать заголовок нижних соц кнопок на странице. Для микроразметки обязательно задайте здесь свой телефон и адрес. И есть вообще крутая возможность. Такого я не видел ни в одной теме. Это партнерская программа. Вы можете заработать с вашей темой на вашем сайте. Внизу разместив просто ссылку. Начать зарабатывать деньги. Поставить птичку. И будете получать 25% с каждой продажи через вашу партнерскую ссылку. Причем ссылка маскируется EvoScript. И еще обертывается в Noindex. То есть максимальное, надежное размещение сторонней ссылки, чтобы вес вашего сайта через нее не утекал. Но при этом вы могли разместить эту ссылку и зарабатывать на этой теме через ваш сайт. Это очень круто. Я практически все рассказал вам о всех настройках, но не показал настройки рекламы на сайте. То есть, например, смотрите, внешний вид. И здесь есть, видите, реклама. И просто обратите внимание вот на это. Это просто мощно, гибко. После шапки и верхнего меню на всю ширину сайта. ПК, то есть для компьютера, это область, куда нужно будет разместить, например, кусочек кода от какого-то сервиса, где вы берете рекламу, рекламный код. Например, AdWords, Яндекс.Директ, Wordstat и так далее. И есть поле, видите, для мобильной рекламы. То есть здесь все предусмотрено. Вы можете отметить, выводить на главной странице, в записях, на страницах, в архивах, в поиске, минимальное количество символов. Минимум символов в статье, чтобы показывать рекламу. То есть если маленькая статья, чтобы реклама не показывалась. Показывать через дней после публикации записи. Здесь очень-очень гибко можно настроить. Смотрите, следующее. Перед контентом показывать ли рекламу. Посередине контента. То есть здесь очень гибко разработчики предусмотрели настройки рекламы. Например, если вы через свой сайт зарабатываете, через рекламу, клики по рекламе. Но, конечно, для этого нужно иметь высокопосещаемый сайт. Но и это еще не все. Я хочу вам показать. С этой темы в редакторе идут полезные плагины. Например, я перехожу в записи. Перехожу в свою созданную запись. И в редакторе вы можете наблюдать вот такие кнопки. И давайте их рассмотрим. Первое. Какой-то свой контент выделить. Нажимаю вот сюда. И выбираете иконку. Например, это какое-то предупреждение. Я кликаю сюда. И здесь добавляю какой-то свой текст. Добавляю текст. Нажимаю ОК. Вы прямо в редакторе видите, как это выглядит. На сайте это выглядит вот так. Вот статья. И вот я выделил текст. Это очень красиво, круто смотрится. Дальше. Если вы хотите добавить кнопку. Здесь видите, есть уже некий плагин. Кликаю сюда. Текст кнопки. Например, скачать. Дальше я вешаю ссылку. Дальше. Скрыть ссылку. Скрыть или не скрывать. Дальше. Цвет фона. Кнопки. Выбирайте здесь. Цвет текста. На кнопке. Дальше. Размер. Большая, например. И открыть ссылку в новой вкладке. ОК. Здесь это выглядит шорт-кодом. Но если я обновлю статью. Пойду на сайт. То здесь вы увидите симпатичную кнопку. При наведении мыши на которую. Она немножко возвышается. И у нас кнопочка красиво смотрится. Дальше есть возможность добавить спойлер. Введите текст для спойлера. Например, какой-то текст. Я его выделяю. Нажимаю на эту иконочку. Введите заголовок спойлера. Нажимаю ОК. То есть вы можете задать вот такой вот спойлер. По клику раскрывается список. С вашей информацией. Например, скрыть какой-то текст. Но при клике он будет показан. Далее есть возможность выделить текст. Кликнув вот по этой кнопке. Например, подсветить его желтым. Напоследок, самая важная опция. Это замаскировать ссылку. Если вы часто вставляете какие-то сторонние ссылки. Чтобы вес сайта вашего не утекал. Здесь можно воспользоваться этой опцией. Например, я пишу. Скачать. Выделяю текст. Кликаю по этой иконочке. Введите адрес ссылки. Например, ввожу какую-то ссылку. Нажимаю ОК. Здесь она отображается неким шорткодом. И я еще не рассказал про карту сайта. Что карта сайта уже внедрена в тему ребут. Вы просто заходите на страницу. Создаете карту сайта. И карта сайта у вас будет отображаться на этой странице, как только вы пропишите соответствующий шорткод. Вот как это сделал я. На любой странице, в любой записи карту можно вывести. Вот такой вот получился очень большой емкий обзор. У кого хватило терпения досмотреть до конца, вы, конечно, большой молодец. Теперь на десерт, как я говорил, ценовая политика, которая мне очень нравится. Сейчас я вам показываю сайт разработчика. Во-первых, я предоставляю 15% скидку на покупку данной темы. Когда вы перейдете на сайт разработчика, вы увидите под тарифными планами, вы используете промокод на 15%. Скидка для подписчиков Федора Васильева. То есть это я. Чтобы получить 15% скидку, под этим видео я оставлю ссылку на свой сайт, на статью. Вы туда перейдете и там перейдете уже с моего сайта. По промокоду на сайт WP Shop и увидите данная скидка. Она уже будет вот здесь применяться. То есть когда вы этот текст увидите, то скидка уже будет применяться. Вот здесь это видно. Перечеркнутая цена и цена настоящая. И в чем здесь прелесть? Далеко не каждый разработчик такое организовывает. Обычно это каждый год подписка. То есть надо платить каждый год, чтобы получать обновление. Здесь, конечно, мне очень нравится. Смотрите, пожизненная поддержка. Это значит, что вы платите только один раз. Если вы уверены, что у вас один сайт, то вы берете вот этот план, неограниченное обновление, пожизненная поддержка. То есть они будут помогать вам отвечать на ваши вопросы, если у вас что-то там не получилось или дополнительный какой-то вопрос. Три домена, если несколько сайтов. Или если вы делаете сайты на заказ, можно взять неограниченное на количество доменов. И платите вы всегда лишь один раз. То есть это абсолютно небольшая цена, потому что не каждый год вам надо будет платить. Но платите за вы очень качественную тему. На этом видео обзоры я заканчиваю. И увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok